всем привет друзья это канал теннисный балабол сегодня я обещаю вам с россии славного города юрьев-польский сразу хочу сказать что можете мне поздравить с первой тысячи подписчиков на моем канале это для меня уже такая серьезная победа но мы с вами продолжим следить за турниром room well done И сегодня я хочу осмотреть сразу весьма три интересных матча. И первый матч это матч между Эшли Барси и Дайей Касаткиной. Для Даши почти каждый матч это большие мучения. Ну я легкую победу над Пусинцевой тут не беру в расчет, потому что все-таки там теннисистка из Казахстана явно была не в своей тарелке. Она очень много ошибалась на ровном месте и просто ее, как всегда, нервы и Дайей показать свой теннис, который она может показывать. А Дарья просто воспользовалась этим и, может сказать, просто перебивала мяч на сторону соперницы, особо ничего не делая. С Барси, конечно, такого и близко не получится, так как Эшли является одной из главных претенденток на титул тут. Она очень здорово проводит травяную часть сезона в этом году. У нее уже и титул есть, поэтому я тут ничего не вижу другого, кроме поставить на победу Эшли Барси. А те, кто любит коэффициент пожирнее, могут поставить на фору минус 2,5 гейма. Следующий матч – это матч между Дьяченко и Остапенко. Дьяченко уже совершила сенсацию на данном турнире, обыграв Мари Шарапову в первом круге. При этом я не скажу, что совсем там плохо играла Маша, нет. Виталия играла очень здорово. Она играла обстанно атакующе, мощно. Уграла довольно-таки стабильно. Да, безошибок необходимо делать, но тем не менее она показывала очень достойный теннис. Ее в втором круге уже все списали со счетов. Думаю, что после эйфории она проиграет Софья Тиннин в двух сетах. Но она не просто обыграла, она уверенно обыграла американку в двух сетах. Остапенко, конечно, удивляет немного тем, что она после такого спада, который у нее был с Ролан Горос, она очень так уверенно начала турнир путь. В двух соперниц она обыграла в двух сетах, не оставив шансов. Но я думаю, что с Дьяченко так просто не будет. Теннисистка из Росе очень опытная. Я думаю, что она сможет дать сборь теннисистки из Латвии, поэтому ставка форлов плюс 5 вполне. Гейминг считаю хорошим вариантом на данный матч. И третий матч, это матч между Эдисон Вайн Унтвэнг и Аннет Хонтовейд. Эстонка играет очень мощно, очень агрессивно, и при этом довольно-таки стабильно играет. Чего не хватало ей на протяжении всего турнира на траве, хотя именно тут она показывает хорошие результаты, так как ее стиль игры очень подходит для этих кортов. Но вот на кастате на Уйбонду, у нее она нашла свой ритм, у нее появилась стабильность. И я считаю, что Вайн Унтвэнг будет очень непросто. Да, она умеет тоже играть на траве, она тоже показывает неплохие результаты, но мне кажется, что именно вот за счет того, что Хонтовейд будет стараться специально забивать, то мне кажется, такого темпа просто весь матч не выдержит Бильдека и рано или поздно она надломается, и просто-напросто ей не хватит, скажем так, навыков для того, чтобы что-то противопоставить Эстонке. И так как если она начнет просто попадать, то уже ей будет не остановиться. Поэтому тут я просто возьму победу Аннету Хонтовейд. Ну вот такое было мое мнение на данный матч, друзья. Еще раз большое всем спасибо за поддержку, за ваши комментарии. Те, кто еще не подписан на канал, советую это сделать, потому что вас ждет очень много чего интересного в ближайшее время. Так, жмите колокольчик, если не хотите пропускать новые выпуски. Если хотите оказать поддержку проекту, то это можно сделать по ссылке в описании к этому видео. Также рекомендую делать ставки в блогу в лекарственной конторе Бет-Сити. Там очень неплохие можно найти коэффициенты на теннисные матчи и очень много интересных, кстати, фактических ставок на турниры Большого Шлема, чего нет во многих других конторах. А если вы зарегистрируетесь по ссылке в описании к этому видео, то получите на свой счет фрибет в размере 500 рублей. Ну а я, как обычно, желаю всем удачи и до встречи в новых выпусках. Всем пока!